Девушки отдыхают 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 Я так благодарна, и она говорит, успокойтесь, выпейте, что у вас там есть? А валерянка, корвалу? Я говорю, есть, корвал, дин. Выпейте, у меня тоже, я, наверное, на работе, у меня дочка, спокойненько. Вот, и слушайте, что вам скажут. Сосредоточьтесь, что такое. Да, вот, что-то я запагниковала. Я спокойна, все, потом звонит сын, говорит, мама, одевайся, говорит, и что там. Ну, вот так вот как-то, иди там куда-то спрячься, там все такое. Я говорю, пока я, а я к лифту, а лифт все, выключу моментально. Конечно, сидя в тамбуре, когда даже питьевой воды не было, а мы прошли весь этот ад, когда у нас дрожали стены, окна, и мы прощались в прямом смысле. И мы понимали, что мы, даже если захотим уехать, мы не уедем, потому что уже были обстрелы на границах, и мы понимали, что мы просто можем не доехать до границы. Я не сидела в подвале, у нас его и не было, но я понимала, что я от него не пойду, потому что если его завалит, это будет страшнее. Рядом со мной находилось огромное стеклянное здание. И я просто понимала, что если я выживу, значит, у меня судьба выжить. Я фаталист. Я это прекрасно понимала, что можно ехать куда-то и не доехать. В общем, ночью не спали. Так вот, как только день, что-то тихо, стараемся поспать все. Потому что ночью можно же не спать. Тогда, в принципе, и никто не спал ночью. Вот такое. А обстрелы жуткие были. Ну, нашу Алексеевку, конечно, как-то Бог еще миловал. Хотя тоже хорошая нячка тут ее разразит. А встал там какой-то кошмар. Разбили дома, все разбивали, все квартиры наших знакомых. Так мало того, что там все поразвивали, квартиры, там же еще пожары были. У вас все дома белые, чистые. Я говорю, у нас все черные там. У меня как-то не доходит. Он мне показал фотографии. Смотри, говорит. Боже, все эти девятиэтажки, шестнадцатый этажки, все черные. И там вот квартира-то выбитая. Вот знаешь, вот дырки. Дом стоит, а там вот такие дыры по выбитой квартире. Такое. Ну, конечно, ужас какой. Это постоянный обстрел. Постоянный. То есть выйти на улицу. Там не стоял вопрос, уже дома надоело сидеть. Уже избавь. То есть выйти на улицу, это было по необходимости набрать воды. Потому что у нас рядом родничок, где мы всегда воду набираем. Это вот в двух минутах от дома. И вот просто сбегать, набрать воды. А слышно, как нам головой, вот что-то чуть-чуть дальше вглубь пролетает. В первые дни вот возле нашего дома именно не было попаданий. Знаете, где-то ухом, где-то рядом. Ну, так прямо, чтобы увидеть. Не могу да точно сказать, через день, два, три, вот в какой-то такой промежуток, рядом стоящий дом, транспортная болванка прилетела. Ну, без взрыва, а вот именно вот эта болванка ракет. Опять же, понимаете, чтобы не соврать, через неделю это было, либо через две, десять дней. Ну, вот я помню, что как только дочь уехала, с утра они уехали, у тебя вернулся домой. И вот с этого вечера, ну, началось что-то просто непередаваемое. То есть днем, ночью, постоянно взрыв, взрыв, взрыв. И разница лишь в том, насколько близко этот взрыв. Вот. Ну, благо, коридор не такой маленький был. Там можно было залечь и спать. Вот чувство страха появилось. Вот я сейчас не могу переносить звуков, которые напоминают звук самолета, когда он летит. Вот это было самое страшное. Самолет, это, представляете, вот когда летит этот звук боющий, и кажется, что сейчас эта бомба упадет тебе на голову. Вот это самое страшное было. Страшно было, когда на Холодной горе, вот буквально на Елизарова-3, вы видели, наверное, разрушенный дом. Это дом, где выросла подруга моей мамы. И ее родители выжили. А на соседку упал потолок, она не смогла выжить. А другая соседка успела выбежать. Ты понимаешь, что это вот дом, который я видела все свое детство. Потому что я все 23 года прожила в этом районе. И ты понимаешь, что ты видишь смерть вот так близко. Это ужасно. Это иллюзия, когда кажется, что что-то затихло, люди должны быть в курсе, что в любой момент может что-то случиться. Это потом уже объявили, что в Харькове нет диверсантов, вы можете не бояться. Но были мародеры. Что-то срезал. Вот один след от болгарки. Вот второй след от болгарки. А потом вытянули ломиком дверь. Ну и хозяйка квартиры не досчиталась какого-то количества вещей. Каких дверей можете найти кучу? Весь подъезд. Весь подъезд и весь соседний подъезд. Как-то так, ребята. Хотя вы знаете, я же человек Советского Союза вообще-то. Хотя пропаганда это, конечно, большое дело. Мы же тоже были. Я как вспомню, там говорят, пишут газеты, говорят там. Это свято, мы верим, потому что наше правительство так говорило. А я теперь только понимаю, когда я прожила уже в Сибаду и Украине уже сколько лет, я теперь понимаю, как на нас смотрели, вот люди все остальные совсем, ну какие-то, как мы какие-то глупенькие, как вот мы сейчас на русских смотрим. Как они могут такое нести, как они могут такое? Могут, потому что у них остался Советский Союз. Вот. Понимаете, как это? И все говорят там, вот, там бандеринцы, люди, там нас не любят русскоязычные. Я там на русском языке разговаривал, нормально. Чудесный народ, чудесный. Ну тут русским здесь делать нечего, они нас не поймут. Нет, не поймут никак. И мне им говорить нечего, потому что я их не пойму, они меня не поймут. Поэтому мы как с разной планеты. Тем пацанам, которые идут на войну, неужели вы все дебилы? 21 век на дворе. Вам говорят, неужели вы не можете проверить эту информацию? По-моему, даже в Китае при их фаерволе все равно нужно в мир достучаться и что-то выяснить. А в России, по крайней мере, пока еще, их матерям... не представляю себя. У меня сына нету, у меня только дочь. Отправить его в чужую страну за какие-то непонятные идеи. Даже за понятные идеи, но в чужую страну. Нас не нужно было спасать, потому что Харьков ближе всего находится к границе, к нашему соседу. И я русско-мовно-украинка. Я владею державной мовой. Но я всю свою жизнь говорю на русском языке. У нас абсолютно нормально, когда ты идешь по улице и слышишь украинскую речь. И у нас люди не воспринимают это как что-то странное. При том, что у нас все в городе говорят по-русски. И люди, никто не выезжал буквально сколько там, меньше 100 километров до Белгорода. Все ехали за тысячи километров по Львов на запад Украины. Никто не додумался поехать ближе всего к соседу. Ну, вы понимаете, они ничего не поймут, что бы не сказала им. Потому что чтобы вот это вот все, чтобы они поняли что-то, нужно вот сюда вот посадить под бомбы, вот в ту разбитую квартиру, показать вот этих убитых детей, вот эти раны, этих убитых людей, вот, чтобы только они поварились в этой каше. Так они не поймут. Я очень боялась, что вдруг я буду предателем, вот, из серии, вот, я просто сталкивалась с тем, что люди бросали пожилых родственников, пожилых родителей, бабушек, дедушек, лежачих. Нет, нельзя бросать свои. Это ужасно. После этого я не знаю, как люди будут жить. Я не знаю, как люди будут смотреть родственникам в глаза, когда они приедут, и это все увидят. Тем более, когда бросали животных, а животные умирали. Это отдельная ужасная история в Харькове. И не только в Харькове, к сожалению. Спасибо Путину. Он хотел нас разднить, а он нас сплотил. Даже соседи, если вот, вот, вот здесь, вот все, все мы вот как-то, ну, такие дружные стали какие-то. Я так думаю, что беда, она людей сплачивает как-то вот. Победим, победим, да. Так что победим. Уже победили, мы уже и ходим, мы уже и... Вот смотрите, сколько там, они лезут и лезут. Их-то шиш-то, много там, они уже, в три слоя они лежат. Уже лежат. И все равно лезут. Ну, как тараканы. Ну, можно насмерть, знаешь, тебя же убьют все равно. Ну, они же тоже люди живешь, наверное. Но все равно лезут. Сколько трупов лежит там? Господи. Мы уже победили. Вопрос, насколько это может затянуться, может быть надолго, может быть, но мы уже победили. Сейчас. Все равно. Хорошо. Что. Хорошо. Продолжение следует...